здравый смысл доброе утро у микрофона надежда ничанова в эфире программа здравый смысл как всегда мы говорим о том что делает нас лучше и сегодня я хочу затронуть тему правильного дыхания как правильно дышать и почему мы дышим неправильно и по этому случаю у нас гость никита рычков преподаватель йоги и праная мы здравствуй никита здравствуйте расскажи что такое праная мы сразу к делу праная мы в практике йоги это дыхательные техники которые способны изменить состояние ума привести его допустим в более ясное состояние тонизировать либо наоборот успокоить и остановить поток мыслей они именно для этого используются в йоге или как вот просто йога бывает разные где-то практикует праная мы где-то нет ну в традиционной практике йоги праная мы всегда выполняется как одной из одна из ступеней вообще физического психического развития сами дыхательные техники йоги используется именно для воздействия на сознание но современные школы акцентируют внимание на физиологических аспектах праная мы допустим подготовка и адаптация к стрессовым ситуациям что современным людям очень нужно особенно это актуально для тех кто имеет беспокойный ум и какие-то другие методы неэффективны то есть многие люди прибегают к успокоительным к посещению там психологов психиатров но некоторые ситуации можно решить с помощью дыхания это можно сделать прямо сейчас сразу в моменте до какой-то ситуации либо это достаточно как зал ходить или как на йогу да там два-три раза в неделю как здесь желательно практиковать эти техники регулярно чтобы закреплялся так скажем шаблон чтобы физиология начала меняться в лучшую сторону кто которую нужно человеку собственно для этого сейчас она используется но то есть как тренировки в зале да да если они регулярные то эффект будет более явным более сильным он накопительный да в некоторых пранаямах он накопительный какие-то из них могут действовать мгновенно то есть даже на неподготовленного человека какие-то быстрые дыхательные упражнения любого человека приводит состояние тонуса если человек уже тревожен то такие техники ему не нужны ему лучше подышать спокойно замедлить свой темп дыхания углубить его тем самым человек успокаивается то есть дыхание но влияет на тело и на ум то есть йоги считается что дыхание является как бы промежуточным звеном между телом и нашим сознанием и таким образом через эту прослойку в виде дыхания можно воздействовать на то и на другое я очень часто слышу и смотрю это везде в соцсетях и в инстаграм что мы оказывается все неправильно дышим что значит правильно дышать правильное дыхание заключается в том что мы получаем достаточное количество кислорода за один дыхательный цикл то есть за вдох и выдох многие люди особенно офисные работники или те кому приходится целый день сидеть заниматься какой-то монотонной работой не только физической но и психической умственной работой часто у них дыхательная мускулатура является очень ослабленной то есть когда мы сидим за столом например у нас как правило сведены плечи зажата грудная клетка из-за этого дыхание становится не таким полным и более поверхностным до более поверхностным и некоторые органы частности мозг получают недостаточное количество кислорода если такая ситуация повторяется регулярно закрепляется то угнетаются функции органов не только мозга но и других в этом случае нужно делать какие-то перерывы на праная мы можно на праная мы желательно также включить какие-то физические практики то есть расправлять плечи тренировать мышцы спины между лопаток для того чтобы грудная клетка была открытой и вы могли правильно дышать если вы только дыхательные техники делаете без развития дыхательной мускулатуры не только диафрагмы но и там грудных мышц мышц спины мышц живота то это будет не так эффективно то есть тут должен быть комплекс физических и дыхательных упражнений хотела спросить про глубокое диафрагмальное дыхание чем оно полезно стоит ли его использовать всегда в повседневной жизни как на это перейти на этот способ дыхания я чуть-чуть расскажу какие вообще есть виды дыхания существует грудное дыхание чаще всего им дышат дышат женщины то есть они меньше всего используют мышцы живота большей степени используют межреберные мышцы то есть у них то есть при вдохе поднимается грудь и это значит поднимается грудина вперед и вверх при выдохе соответственно опускается есть парадоксальное дыхание когда при вдохе грудь у вас расширяется и втягивается живот то есть вы дыхаете втягивая живот такой тип дыхания часто является признаком беспокойного ума и одно как я говорил воздействует на другое чем беспокойный ум тем чаще встречается у человека именно вот такой тип дыхания это какой-то дисбаланс правильно то есть это не совсем про про чаще всего умственный какой-то дисбаланс то есть он находится в какой-то тревоге или в постоянном стрессе за счет парадоксального дыхания увеличивается выброс адреналина то есть это усиливает чистоту сердечных сокращений делает вообще ну человека более таким как скажем дерганым беспокойным дальше есть брюшное дыхание когда грудная клетка практически неподвижно а движется только живот на вдохе он надувается выдохе сдувается это другая крайность чаще всего таким типом дыхания дышит мужчины при этом опять же страдает межреберная мускулатура зажимаются плечи соответственно дыхание неполное так лучше не дышать есть диафрагмальное дыхание когда вы вдыхаете как бы середина тела границы между грудной клеткой и брюшной полостью когда вы вдыхаете у вас одновременно расширяются ребра поднимается грудина и слегка выпячивается живот на выдохе одновременно у вас опускается грудина и слегка уходит живот внутрь такое дыхание наиболее полезно но задействует большую часть дыхательной мускулатуры так нужно дышать постоянно отслеживать себя отслеживать постоянно достаточно сложно когда вы об этом вспоминаете вы можете начать дышать глубже именно таким типом дыхания постепенно такая привычка может закрепиться если делать регулярно не стоит опять же слишком много уделять этому внимание иначе произойдет переутомление особенно если вы умственной работой занимаетесь это даст дополнительное психическое напряжение когда вспоминаете дышите таким образом это уже принесет пользу хотел еще затронуть такой вопрос как задержки дыхания медленные выдохи многие например доктора считают что это очень полезно задерживать дыхание медленно выдыхать что это увеличивает углекислый газ в крови да и он тоже полезен в какой-то степени тоже без передозировок что здесь можете пояснить ну вообще это называется гипоксическая тренировка когда вы специальными упражнениями увеличиваете концентрацию углекислого газа в крови это имеет свои полезные свойства на этот счет были было множество исследований как в россии так и за рубежом при именно в практике именно в тренировочном процессе гипоксической тренировки приводит тому что углекислый газ крови концентрация его увеличивается это приводит к физиологическим изменениям в частности усиливается капиллярное кровообращение активируется парасимпатическая нервная система за счет этого успокаиваются ум то есть когда активно парасимпатическая нервная система симпатическая то есть которая активирует наши мышцы она слегка ослабевает то есть человек который находится в мышечном в нервном напряжении, ему полезно практиковать такие гипоксические тренировки, чтобы успокаиваться быстрее. Также при повышенной концентрации углекислого газа во время этих тренировок усиливается фактор роста сосудов, капилляров. То есть улучшается вообще кровообращение по всему телу. Не только на мозг это воздействует, но вообще на всё тело. А я напоминаю, что у нас в студии Никита Рычков, преподаватель йоги и пранаямы. И сразу вопрос, так вот, эти гипоксические тренировки, как часто их можно использовать? Начинать, естественно, как в любых тренировках, нужно постепенно. Существует множество техник таких гипоксических тренировок. Они есть не только в йоге, но и, например, их используют дайверы, фри-дайверы, для того, чтобы привыкнуть к недостатку кислорода, приучить свою нервную систему к повышенной концентрации углекислого газа. И... То есть тренировки бодифлекс, они как раз направлены на задержку дыхания. Ну да, существует множество техник, как с гипероксигенацией, повышающей уровень кислорода, так и с гипоксией, то есть с увеличением углекислого газа. Они имеют разнонаправленный эффект. Тоже упражнение вакуум. Оно сейчас достаточно популярно стало, да, опять же, благодаря инстаграм. Что можете здесь сказать, насколько оно полезно, опасно, как его использовать, как его применять? В йоге это называется дияна бандха, или черевный замок. В йоге он используется в комплексе других замков, которые выполняются на задержках дыхания. Опять же, это гипоксическая тренировка. Можно в двух словах объяснить, что значит упражнение вакуум? Проще всего объяснить, когда вы выдыхаете, задерживаете дыхание и втягиваете живот к позвоночнику. Ну, самое простое объяснение. Там есть нюансы, но это отдельная тема. На уровне физиологии это влияет следующим образом. Когда вы втягиваете живот, уменьшается внутрибрюшное давление. За счет этого усиливается кровообращение в области таза. То есть, это профилактика застойных явлений в области таза, в области ног. Опять же, полезно для тех, кто много сидит. Циркуляция крови в области таза уменьшается. Это приводит к различным заболеваниям. Их можно легко... Как часто и поскольку нужно вот этих вот вакуумов делать? Начинающим в йоге, например, рекомендуют не больше пяти раз в день. Натощак, естественно, чтобы желудок был пустой. Пять раз в день, а поскольку вот циклов вдохов, выдохов? То есть, вы выдохнули, втянули живот, подержали некоторое время. Снова отдышались и еще раз. Полный выдох, задержка, втянули живот. И так пять раз. Опять же, держать не стоит очень долго, столько, сколько комфортно. Но также есть противопоказания. А какие? Например, какие-то острые состояния здоровья, особенно в области живота. Для женщин это критические дни, то есть, во время них их лучше не делать. И также проблемы с сердцем. Ну и натощак, это тоже важно. Да, это очень важно. Вообще, какие существуют правила выполнения пранаям? У каждой конкретной техники есть свои особенности. Основное правило – это делать все сознательно. То есть, не ради галочки вы выполняете тренировку, а для достижения определенной цели. То есть, у конкретной пранаямы есть цель – тонизировать и чистить сознание, да? Привести его в спокойное состояние. И за счет тренировки вы должны добиться какого-то видимого, ощутимого эффекта от этой пранаямы. А с чего начать новичкам? То есть, если ты никогда этим не занимался, с какой пранаямы начать? Самая простая пранаяма, которую обычно дают во многих школах йоги – это капала-бхати называется. Это пранаяма. Это быстрые выдохи животом. Проще всего это объяснить. Вы садитесь прямо, кладете правую руку на живот и делаете быстрый выдох животом. Через ноздри, да? Через закрытый рот, через ноздри. Вдох и выдох через нос. Акцент именно на выдох. То есть, живот во время выдоха у вас… Втягивается. Да. Подтягивается. Подтягивается. Сколько таких циклов, выдохов таких можно делать за раз? Начать можно с 50 таких выдохов. Если это получается легко, можно довести до 100, до 150 таких выдохов. Что это дыхание, этот вид дыхания дает? Само слово капала-бхати переводится как «сияющий череп». То есть, это тонизирующая пранаяма. Потрясающее название. Да. Она делает ум ясным. То есть, это как чашка кофе. Бодрящая, да? Да, бодрящая. Это разогревает область живота. Человеку становится более комфортно. Усиливается голос, улучшается дикция. Когда мы говорим или поем, мы используем диафрагму. То есть, это тренировка в том числе дыхательных мышц, самой диафрагмы. Ну, в общем, 50 резких выдохов через нос, да? Как раз тонизирует и разбудит с утра. А может быть, еще какую-то пранаяму для утренних подъемов, для бодрости, для того, чтобы привести в сознание ум? Ну, вариант пха-стрики. Пха-стрика – это дыхание кузнечного меха. Называется так, потому что мы вдыхаем-выдыхаем с одинаковой силой. Можно при выполнении этой пранаямы подключать, допустим, руки. То есть, вы, опять же, располагаете позвоночник прямо, сжимаете кулаки, руки согнуты. С выдохом руки вперед, со вдохом обратно. И грудь расширяете. Выдох вперед, вдох назад. Грудь расширяете. Итак, 20 вдохов-выдохов. Делайте в энергичном темпе. Кстати, этот вид дыхания называют насос и дают тренеры по бизнесу, кстати. Его тоже для того, чтобы собраться, сделать какой-то первый шаг. Ну да. Ну, во многих тренировочных системах такая техника есть. Я благодарю за разговор нашего гостя Никиты Рычкова. Никита – это преподаватель йоги и пранаямы. Благодарю вас за разговор. Он действительно получился очень интересным. И для меня тоже что-то новое открылось. Я думаю, что для наших слушателей, особенно сейчас, пока они едут на работу, можно сделать 50 коротких резких выдохов. Животом. Животом, да. Через нос, чтобы проснуться. Спина должна быть прямой. Спина должна быть прямой. А я прощаюсь на этом с вами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравый смысл. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.